Ну что, ребята, наконец-таки вышел карпак из трех машин на провинции. И, наконец-таки, вышло новое такое обновление, которое скоро уже завезут на основные сервера. Итак, ребята, сегодня 7 апреля, четверг, и разработчики нам выпустили обновление, которым они добавили три новых машины, а также новые, так скажем, ну развлечения, гонки на гоночном треке, которые мы затестим в конце видео. Ну, я думаю, сейчас всем интересно, какие новые машины добавили. Скажу сразу, их добавили три штуки. Первая, Acura NSX, она у нас, значит, стоит 14 миллионов 300 тысяч. Следующая, Maserati, стоит то 4 миллиона 350 тысяч, если я не ошибаюсь. И М3, BMW, легенда просто, E46, стоит у нас 3 миллиона ровно. Сразу же заглянем под капот этих машин. Я думаю, просто всем интересно, что у них под капотом. И сервера очень дико лагает, потому что сейчас очень много человек. Вот. Итак, BMW M3 под капот реально годно сделан. Это не просто натянутая картинка, размытая. Здесь, ну, похуже, я так считаю. Здесь вот, что-то они пытались сделать какой-то объем разработчики. Но, опять же, это не очень хорошо получилось. Ну, и здесь как бы тоже. То есть, моя оценка в этих двух машин 6 из 10. В этой машине 8 из 10, то есть вот. Ну, и багажники у них всех одинаковые. Давайте это посмотрим. Вот, только лишь у Акоры в этой. Ну, вот такой багажник еще маленький. Ну, и по внешке я скажу то, что они все очень хороши. Давайте тогда перейдем сейчас их тестить. Сразу скажу то, что у меня BMW M3 на full stage. Скорость. Вот. Потому что я думаю то, что все игроки на провинции будут чисто дрифтить на ней. Потому что, ну, реально, она для дрифтить просто топчик. Давайте-ка сейчас мы это посмотрим. Примерно все стыджи на full скорость вам обойдутся на этой машине 4 миллиона. То есть, это full скорость. Буду салона. Это просто лучшая машина, которую я видел. Так вот, я не понимаю, что-то на приборной панели такое белое. Вот там есть спидометр. Вот реально. Надеюсь, это разработчики пофиксят. Детализация просто лучшая. И здесь, как видите, только лишь двухместная машина. Как мы видим. И в принципе, в принципе, вот так вот посмотреть. Но там ничего особенного нету сзади. Вот. Ну и в принципе, все. То есть, больше ничего такого особенного здесь нету. Ну и поэтому я думаю то, что эта машина будет просто одной из лучшей. Для дрифта. То есть, сейчас у нас чайник. Это у нас машина для дрифта просто божественная. Но вот так будет. Типа, мне кажется, вот эта вот Beha M3. Еще тоже прикольная. Вот. Ну и получается все. Сейчас переходим к следующей машине. Именно Maserati. Телепортируем ее к себе. Также посмотрим сейчас салон. Прокатимся на ней. Салон у нас здесь немножко похуже. Но сейчас я вам объясню почему. Во-первых, когда ты там включаешь фары, то приборная панель вообще не светится никак. С поворотниками то же самое. Ну так-то детализация неплохая. Так-то мне салон нравится. Ну такой лишь вот приборная панель. Что же здесь нельзя включить подсветку, так скажем. Или там поворотники, то есть не загораются. Ну такое себе. Здесь вы от первого лица не поедете так нормально. Не покайфуете. Она тоже у меня на футс лежах скорость. Ну и внешне, в принципе, машина нравится. Ну и хотелось бы, чтобы разработчики добавляли хотя бы, ну как минимум по 5 машин каких-то в карпак. То, что внутри машины, ну это достаточно мало. Ну и в принципе, мне чего больше, что об этой машине рассказать. Ну поэтому давайте перейдем к последней машине. Она у нас стоит 14 миллионов 300 тысяч. И я думаю, все ее просто захотят. Эту машину потом на, когда вот, посмотрит этот обзор. Вот и протестить ее на стресс-тест сервере. Либо там в автосалоне Мирного. Именно там она продается. Кстати, и BHM3 тоже продается в автосалоне Мирного. Только лишь в Зарате продается в Приволжске. Итак, в салоне у нас не работает спидометр, поворотник. А, поворотники работают. Все, Найс, зря проканул. И у нас здесь теперь подсвечиваются стрелки на спидометре этой панели. Вот детализация сама по себе мне очень сильно нравится. Вот планшетик даже там какой-то есть. И, блин, все машины из этого карпака, они двухдверные. Ну, реально. Я вот только что это заметил. Поворотники у нас, ну, ну, не то, чтобы сказать, прям уж хорошо их видно. Такие-то машины более для каких-то там гонок. Но не для городской езды, а тем более еще в России. Вот. Итак, максималка у этой машины 310 км в час без TJ. Разгон достаточно бодренький. Сама внешняя мне машина очень нравится. И, блин, все-таки я, наверное, ее себе потом куплю на основном сервере. Но не знаю, еще подумаю. Разгон до 310 очень медленный. Видите, она еле набирает сейчас 250. Ну, сейчас мы скатываемся с горки. Ну, чуть-чуть получше ситуация. Но, опять же, вот вы видите, вот прямо слишком долго она набирается. Ну, тогда сейчас поедем в тюнинг, посмотрим, что у нас там по стейджам. Так, ребята, я вас обманул. Она едет не 310 км в час, а 309. Но вот если ты поставишь базовый стейдж, то она будет ехать как раз-таки 310. Следующий стейдж у нас стоит 3 575 000. Стейджи на скорость у нас максимум дают 49 км в час. Сейчас предполагаю, что она будет очень плохо управляться. Хотя нет, ребята. Я скажу, она стала резвой такой, и управляемость она не потеряла. Ну, серьезно. Хотя нет, она все-таки немножко потеряла управляемость, когда она будет на поворотах, допустим. Вот, ну так, в принципе, реально резвая такая машинка стала. Еще посмотрим, как она разгоняется. Да, в своей максималке 349 км в час. И я скажу то, что она сейчас реально бодро разгоняет 300 км в час. Но вот уже до максималки своей нам вряд ли вы разгонитесь по этой трассе. Ну, хотя, возможно, типа, просто мне еще там мешали читеры, когда я ехал. Ну, ладно, сейчас справляемся на годыщий трек, посмотрим, что там. И, ребята, еще пока мы едем, я вам расскажу, что еще такого добавили. Итак, во-первых, добавили аренду велосипедов в Невском. Вот, вы там можете арендовать теперь велосипеды. Правда, я не знаю где, потому что я еще не видел. Вот. Следующее, что еще добавили. Во всех мэриях города. Там есть NPC, где можно узнать информацию о работах. Так, найти гонку давайте. Ставка 100 тысяч. Давайте я выберу свою куру. И, походу, сейчас мы будем, то есть, участвовать в гонке. Остается 9 секунд. И сейчас мы затестим эту гонку, посмотрим, что она из себя представляет. Она у нас на своих автомобилях. Количество кругов 2. Так, все, гоночный трек. Так, что-то она подлагала. О, все, пошло, ребят. Такое красивое блюд. В принципе. А вот я только не понял. Здесь можно трассу какую-то другую выбрать? Ой, не, ребят, ну это клево. Все. Она ли? Получается, я... Это как в ГТАшке 5 реально. Там чело в пинлу, правда, буду подрезать. Реально, ребят, это просто клевое. Жаль, что у меня, конечно, машина так плохо поворачивает. Ну ладно. Это просто лучшее обновление, мне кажется. И я надеюсь, что вот это развлечение теперь будет реально вот, ну, использоваться на провинции. Потому что реально разработчики делали угодно. Мне очень нравится, в принципе. Так, погонять можно с друзьями там, или на стримах, допустим. Хоть и добавили всего 3 машины, но это вводно. За такое вы должны поставить лайк и зайти на сервер хотя бы один раз вот здесь с друзьями там покататься. Но в скором это добавится на основные сервера, конечно же. Еще мне интересно, как здесь распределяются теперь, ну, призы. Типа там в первом месту там, к примеру, 400 тысяч, в втором там 300. А в третьем мы уже там, допустим, 100 либо 200. То есть, вот реально мне это сейчас очень интересно. Средняя контрольная точка и финиш. Так, я финишировал на пятом месте. И все. Да, походу все. Ну, это прикольно было. Реально. Там можно еще было наблюдать, но я уже не решился, потому что ну, реально, смысл. Ну, и на этом, ребята, мы будем заканчивать. В принципе, мы посмотрели 3 новых машины, которые были добавлены. И еще посмотрели новое такое вот развлечение на провинции, гонки. То есть, на трассе. Мне обновление очень понравилось, особенно новой машины. Поэтому, если вам тоже понравилось обновление, то обязательно ставьте лайки. Ну, а я с вами прощаюсь. Получается все. Всем удачи. И до скорых встреч. Субтитры создал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok